Тюменский тренер Тюменский тренер Тюменский тренер Тренерский штаб сборной России по скалолазанию объявил кандидатов на участие в чемпионате Европы. Соревнования пройдут с 4 по 6 октября в Эдинбурге. Тюменские покорители вертикали традиционно широко представлены в дисциплине скорость. Все шансы на поездку в столице Шотландии имеют Станислав Кокорин, Александр Шилов, Владислав Диулин, Сергей Рукин, а также Мария Красавина, Юлия Каплина и Екатерина Борощук. Во Владивостоке завершился международный турнир по дзюдо имени основателя японского единоборства Дзегоро Кано. Тюменец Джават Гусейнов выступал в юношеской команде России, которая в финале разгромила сверстников из Монголии 5-0. Табалячка Любовь Орлова заработала серебро микста. Еще одна представительница древней столицы Сибири Любовь Тимофеевичева заслужила командную бронзу турнира девушек. Призеров соревнований награждали президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синзо Абе. По всей России в первых числах сентября проходили траурные мероприятия в память о тысячах людей, ставших жертвами террористов. День солидарности в борьбе с преступностью был введен после беспрецедентного по жестокости нападения на школу номер 1 в Беслане. В Тюмени силовые структуры и подрастающее поколение россиян почтили память погибших возложением цветов к мемориалу сотрудников МВД, а также шахматным турнирам. Мое отношение, так как я мама двух детей, у меня тоже первоклассник и пятиклассник, честно, очень страшно. Хотелось, мы думаем, что такое больше не повторится в истории России. Всем хотелось бы пожелать мирного неба, здоровья родным и близким. После возложения цветов юные спортсмены отправились на интеллектуальные баталии с сотрудниками правоохранительных органов и ветеранами тюменских шахмат. Турнир уже получил статус традиционного. Проводим очень много мероприятий, но мы всегда стараемся вот такие даты в истории нашей страны отмечать особо, чтобы наши ребята встретились с нашими ветеранами, чтобы те поделились с ними опытом. Но вообще эта идея у нас витала в воздухе очень давно. Мы в 2015 году провели первый такой матч и поняли, что важность этого матча очень сложно переоценить. Лучшие шахматисты получили памятные книги с воспоминаниями солдат, прошедших Великую Отечественную войну. С противником, которого знаешь, бороться гораздо проще. После оглушительных 0-6 в первом матче против Мамонтов Югры, в повторном поединке тюменский легион в Ханты-Мансийске смотрелся уже гораздо собраннее и цеплялся за результат до последнего. Хозяева открыли счет на 9-й минуте, но легион еще до перерыва сумел ответить. Первый гол команды в сезоне и свой дебютный в МХЛ провел 17-летний Роман Червин. Он здорово сыграл на добивании после того, как Александр Головин в одиночку втащил шайбу в чужую зону и бросил. Гол гипер-тюменцев Алексей Щетилин, который днем ранее вышел в третьем периоде и не пропустил, играл уверенно и надежно. Но и он на 54-й минуте не смог помешать добиванию от Ивана Савчика. Мамонту Югры в этот момент играли в большинстве. Тюменцы кинулись спасать матч, заработали большинство и сняли голкипера. Однако Артем Файзулин не просто заблокировал очередной бросок по своим воротам, но и сумел направить шайбу прямиком в осиротевший, бесщитили на створ 1-3. Результаты в Ханты-Мансийске не должны смущать. У тюменцев там играли 10 дебютантов-масочников, шестеро из которых защитники. Первые домашние матчи ждут команду Гусева 15 и 16 сентября против Реактора из Нижнекамска. Четвертый тур всероссийских юношеских соревнований по шахматам в Анапе стал удачным для тюменцев. Весь квартет сибиряков дружно победил. У юношей до 11 лет тюменец Иван Землянский черными фигурами был сильнее Демида Стерхова из Удмуртии. Данил Абрамов белыми справился с Филиппом Березневым из Свердловской области. В турнире девушек до 15 лет продолжает лидировать Алиса Гранкина. Очередной жертвой тюменки стала Дарья Узинцева из Москвы. Первое место с Гранкиной делит югорчанка Мария Алексеенко, с которой Алиса уже сыграла в ничью в стартовом туре. А вот Татьяна Абрамова сибирянке уступила, но в четвертом туре тюменка поправила свое положение. Победы над Юлианой Мустафиной из Красноярского края и с двумя с половиной баллами вышла на четвертое место. С победы стартовали в 10-м чемпионате высшей хоккейной лиги игроки Рубина. В Караганде подопечные Михаила Звягина одолели по булитам местную сырой арку 3-2. Таким образом, сибиряки взяли у хозяев психологический реванш за поражение в апрельском финале Кубка Владимира Петрова. Автором первого гола не только гостей, но и всего официального сезона стал тюменский нападающий Вадим Кравченко. Он завершил результативную атаку в конце второго периода, поставив точку в комбинации с участием Дениса Давыдова и Константина Фаста. Проиграв вторую 20-минутку, карагандинцы вышли заряженными на третий отрезок, но их пыл остудил Егор Кунгурцев. Причем победу в кулачном поединке он одержал над еще совсем недавно бывшим партнером по команде Дмитрием Байчуком. А вскоре гости и вовсе упрочили лидерство. Причем сделали это уникальным образом. Мало того, что в момент гола сибиряки находились в меньшинстве, так еще и отличившийся Никита Ядроец огорчил местных зрителей прямо с точки вбрасывания. Но надо отдать должное команде Леонида Тамбиева. Разницу в счете сократил экс-защитник Рубина Виталий Кропачев. Хотя эпизодом ранее судьи вполне могли остановить игру. Тем обидней было, что спустя несколько мгновений в схожей ситуации рефери определили помеху вратарю и отняли у Александра Федотова красивый гол. И как часто бывает в неписанных сценариях хоккейных правил, тюменцев вскоре вновь пропустили. Сергей Кузнецов перевел встречу в овертайм. В нем гостей спасла штанга, но и MVP прошедшего финала Эдуард Рейзвих не скучал. Дело дошло до буллитов, на которые тренерский штаб сибиряков произвел замену вратаря и не прогадал. Занявший место в рамке Егор Назаров справился со всеми пятью попытками хозяев. Победу Рубину в серии штрафных бросков принес Семен Иванов. Форвард по причине болезни пропустил все межсезонье, играл за тюменцев, что называется, с листа, но свой класс подтвердил, изящно переиграв Рейзвиха. 3-2, матч открытия остался за командой Звягина.